Тема интересная, поэтому будем продолжать обсуждать ее с экспертом, которого вы могли видеть в этом сюжете, Александром Краевым, экспертом Совета внешней политики «Украинская призма». Он присоединяется к нашему эфиру. Александр, приветствую. Да, здравствуйте, доброе утро. Итак, трое претендентов на пост премьера. Сейчас остается, скоро уже пятый этап этих выборов. Расскажите, пожалуйста, подробнее о том, как он будет проходить, как должны развиваться события. По сути, мы уже видим пятый этап действительно выборов, когда депутаты-консерваторы в закрытом голосовании будут выбирать следующую двойку, уже финальную двойку тех, кто будет сражаться за пост премьера фактически до конференции всей консервативной партии. Сейчас голосование идет закрыто, и в нем принимают участие только избранные депутаты от консервативной партии. Потом, когда кандидатов останется только двое, и уже в сентябре голосовать будут все члены консервативной партии. То есть все, кто имеет, условно говоря, партийный билет, который зарегистрированы как консерваторы. Так, понятно. Сейчас Британия выбирает того человека, который лучше всего для Великобритании. Все это очень четко понимают, в том числе в Украине. И тем не менее возникает резонный вопрос для Украины. Кто был бы предпочтительнее? Ну, скажем так, если смотреть с точки зрения наличия скандалов, наличия опыта работы с Украиной, наличия внешнеполитического опыта, потому что, как ни крути, нам нужно все-таки ориентироваться на того, кто понимает во внешней политике, потому что мы будем этой внешнеполитической темой. То, конечно, большинство склоняется к тому, что для нас было бы лучше лист раз. Потому что с Сунаком у него есть и серия скандалов, у него есть определенные проблемы с тем, что у его жены довольно большая паевая доля в IT-компании, которая замешана с Россией. Но, опять-таки, так или иначе, я скорее тут на стороне оптимистов. И мне кажется, что так или иначе настоящий премьер-министр не сможет радикально изменить повестку по поводу Украины. Ну, у кого-то из трех кандидатов есть большие шансы на сегодняшний момент? Вот как раз это тот самый Сунак. Потому что обычно говорят, что шансы хороши, если они стабильны. Но в этом случае мы понимаем, что электоральное поле постоянно уменьшается. И поэтому в тот момент, когда оно уменьшается, голоса Сунака растут с каждым новым циклом голосования. Но это как раз показывает очень хорошую восходящую траекторию его популярности. Кстати, а в британской истории или истории других государств было такое, чтобы фаворит в результате оказывался вне гонки, вне игры? На самом деле таких ситуаций было много. Потому что мы знаем, что политика это сфера, в которой чуть ли не больше тех самых черных лебедей. То есть непредсказуемых, непросчитанных обстоятельств. Это случалось и в Британии, это случалось и в Америке. И фактически вся британско-американская система как раз рассчитана на то, чтобы максимально уменьшить влияние вот таких вот неожиданностей. Но посмотрим, как будет сейчас. Пока что Сунак идет довольно стабильно и ничего не предвещает беды. Так, понятно. Если, допустим, Рыша Сунак все же, как это отразится на поддержке Украины? Может ли это вообще каким-то образом отразиться на поддержке Украины? Я не говорю глобально, но в локальных каких-то моментах. Ну, во-первых, нужно понимать, что все-таки упадет достаточно существенная publicity, упадет определенная медийность. Потому что это как раз сторона информационной политики, это было то, что сам Джонсон привнес. Понимаете, Джонсон был во многом уникальным оратором, Джонсон во многом уникальный политик. Его харизма, его умение держать себя, работать с публикой, это как раз то, что приносило вот эту информационную составляющую в наши двусторонние отношения. Это как раз то, что нравилось прессе, и нашей, и британской. И это как раз то, что сделало его медийно популярным. Риша Сунак, он в принципе немножко по-другому подходит к работе с медиа. Скажем так, если посмотреть на последние пару месяцев, у него они были далеко не лучшие в контексте отношений с следствием массовой информации. Поэтому, очевидно, уменьшится информационная составляющая наших отношений. Все это ставит намного более выдержанно, спокойно и не так публично. Это то, что можно сказать сразу. А в этом контексте, вот ни в коем случае не уничтожая достижений и позиции Бориса Джонсона, но все-таки в этой проукраинской позиции, сколько было личного от Бориса Джонсона, а сколько было общей позиции всего британского общества и британского правительства, ну или в частности консервативной партии, которая сейчас у власти? Я думаю, тут было 80% Британии и около 20% Джонсона. Почему именно так? Видите ли, больше 80% британских избирателей, как показывают последние все опросы, уже стабильно несколько месяцев они дают 80% и больше, поддерживают больше оружия для Украины, больше санкций против России, больше виз для украинских беженцев, больше денег в украинскую экономику. То есть так или иначе, но это запрос общества, это запрос британского общества. Кроме того, это часть национальной стратегии Великой Британии, где четко прописано, что основная угроза для них это Россия. И любые союзы, любые отношения взаимопомощи со странами, которые также находятся под угрозой российского вторжения, российской атаки, это то, что составляет их, скажем так, дальний рубеж обороны. Это то, что они рассматривают как свою национальную безопасность, а не просто как свой имидж или как что-то, что хочет сделать какая-то правящая партия. То есть на самом деле Джонсон просто очень классно и очень качественно, с профессионализмом определенным, подошел к исполнению национальных интересов Великой Британии. Класс, ну в таком случае ситуация проясняется. Хорошо, Риша Сунака и Бориса Джонсона уже обсудили. Остаются Мордант и Трасс. На самом деле Мордант, ну начнем с нее, потому что Трасс немного более знакома нашему слушателю и зрителю. Мордант во многом, она была серой лошадкой этих гонок, потому что как только она подала свою заявку на участие в гонках, никто всерьез не воспринимал ее шансы на успех. Никто всерьез не думал, что младший министр, имеется младший министр в каком контексте, я объясню нашим слушателям, это министр не самого большого, не самого активного министерства или же это заступник министра. В нашем случае, если не ошибаюсь, Мордант была министром то, что у нас бы назвали социальной политики. То есть на самом деле никто не ожидал, что она действительно сможет вырваться вперед. Но вот как раз такая спокойная работа без скандалов, без участия в вечеринках, которые были у Джонсона, без участия в восстаниях всевозможных политических, без громких личных заявлений, оно и привлекло многих консерваторов, особенно тех, которые скорее старой закалки, и дали Мордант шансы действительно на победу. Поэтому, как говорит британская пословица, остерегайтесь молчаливых. Вот так и оказалась ситуация с Пенни Мордант. Если мы говорим про Листрас, то в действительности она самый опытный из членов кабинета, который сейчас принимает участие в гонках. Она имеет существенную поддержку центра партии, потому что она скорее является центристкой, с небольшим уклоном вправо. И она действительно имела неплохие шансы до последних раундов голосования, когда Мордант смогла привлечь на свою сторону основных спонсоров партийных. И поэтому, по сути, у нас сегодня главная интрига всей кампании. Это будет Мордант, который будет пытаться победить Сунака, или это будет Трасс, который будет воевать с Сунаком в начале сентября. Поживем-увидим, мы совсем скоро узнаем результаты голосования. Сегодня вновь делаем акцент на том, что Британия все-таки выбирает человека, который в первую очередь должен быть положительным для Великобритании. Ну а мы просто в Украине будем надеяться на то, что и для нас результат будет также положительным. Александр Краев, большое спасибо. Эксперт Совета внешней политики «Украинская призма» был с нами на прямой связи. Продолжение следует...